В зале люди разных возрастов и профессий, представители власти, бизнеса и простые горожане. Всех их объединил первый урбанистический форум. Его цель – это поиск новых форм взаимодействия жителей, бизнеса и власти. Идея проведения такого мероприятия родилась в сочинской мэрии. Организаторы отмечают, несмотря на то, что Сочи сейчас называют одним из самых развитых и желанных для постоянного проживания городов страны, до сих пор не налажен диалог, в том числе между жителями. Они не должны быть потребителями благ города, а участвовать в его развитии. Все начинается с подъезда. В каких подъездах мы позволяем себе жить, какие придуманные территории иметь и так далее. Например, наш город. Потрясающее физическое пространство. Мы на нем так и не смогли создать классный курорт с хорошим сервисом. Поэтому этот форум призван быть таким мозговым штурмом, с помощью которого мы все вместе, те, кто заинтересованы в развитии города, кто видит его по-разному, должны все-таки для себя понять, как мы его видим и что мы должны для этого делать. Как выстроить диалог власти, бизнеса и жителей, от которых напрямую зависит будущее Сочи, на этот вопрос попытается ответить главный спикер форума Святослав Мурунов. Его называют гуру российской урбанистики. Он уже помог жителям более чем 140 российских городов. Помог слушать, слышать и договариваться. Проблема развития городов находится не в плане бюджетов, отсутствия денег или их небольшого количества, не в плане каких-либо физических ресурсов, а в плане как раз взаимодействия между городскими субъектами. Администрация, бизнес, городские активисты, городские эксперты, малый бизнес, средний бизнес. Конечная цель – это развитие и процветание города, а форум поможет найти для этого механизмы. В течение трех дней пройдут лекции и мастер-классы для чиновников и депутатов, для представителей среднего и малого бизнеса, для лидеров общественных организаций. Запланирован даже мастер-класс для старшеклассников. Им расскажут, как их увлечение в будущем можно трансформировать в экономически выгодные проекты, причем не только для себя, но и для родного города. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.